Привет друзья! Сейчас пойдет рассказ о русском сериале в жанре комедия, под названием Нежность. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, Анна Меликян, фея, звезда, начало съемки сериала Нежность, основанного на ее одноименном короткометражном фильме. Короткометражный фильм Анна Меликян Нежность вышел в 2018 году. Режиссер сняла картину в Санкт-Петербурге, работа выполнена в черно-белых тонах. Главные роли в проекте сыграли Виктория Исакова и Евгений Цыганов, а закадровый текст читал Константин Хабенский. Все актеры вернутся к своим ролям в одноименном сериале. Фильм Нежность был создан буквально за два дня при помощи камеры на телефоне. Главные роли в романтической комедии исполнили Виктория Исакова и Евгений Цыганов. Проникновенный и слегка ироничный текст за кадром читает Константин Хабенский. Короткометражная лента Нежность снималась специально для ежегодного благотворительного мероприятия Action и была куплена за 13 миллионов рублей. Деньги были направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает анкобальным детям. А меценаты, купившие ленту, разрешили выложить ее в сеть. Сюжет В центре сюжета Елена Ивановна, которая решает доказать подруге, что она способна быть привлекательной для мужчин. Ради этого она хочет переспать с первым встречным. Однако ее авантюра не увенчивается успехом. Несмотря на рекордные пять свиданий, ей так и не удалось добиться своей цели. Ситуация осложняется тем, что у главной героини есть только 24 часа, таковы условия спора с лучшей подругой, сомневающейся в женственности Елены. Героиня отправляется на поиски в Санкт-Петербург. Она ищет мужчину везде на улице, в Тиндере и даже в музее, но все безуспешно. И вот уже уставшая и отчаявшаяся Елена Ивановна возвращается в отель и обнаруживает в лобе одиноко сидящего персонажа, роль которого исполняет Евгений Цыганов и предлагает ему подняться в номер, лечь в постель и сделать селфи. Новый знакомый проникается к героине со страданием и соглашается на это сомнительное и странное предложение. Конечно, очень много зависит от того, про что ты снимаешь кино. Когда Аня Пета 3399 придумывала историю нежность, она решила, что мы все вместе с героиней должны разобраться, что такое счастье, как его найти в себе. И вот мне прислали фотографии с первых съемочных дней, везде мы все смеющиеся. Или с улыбкой во весь рот, сложно найти сдержанную фотографию. Поиск счастья, веселая штука, скажу я вам, рассоказала Виктория, орфография и пунктуация автора здесь и далее Даны без изменений. В проекте вновь сыграет Евгений Цыганов, а образы новых персонажей этой истории на экране воплотят Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Ингиборга Добкунайте, Константин Хабенский, Равшана Куркова и Михаил Лобковский. Ранее в эфире благотворительного проекта «Киновечера в доме с маяком» Исакова и Меликян рассказали, что в сериале будет показана вся жизнь главной героини Елены Ивановны, включая детские годы. Они также намекнули, что в проекте сыграет дочь актрисы Варвара Мороз. Хронометраж серий составит не более 25 минут. Съемки сериала «Нежность» по мотивам одноименной короткометражки должны были начаться еще 11 апреля, но, как и многие другие проекты, были отложены из-за карантина. О начале работы над картиной написала в своем инстаграм актриса Виктория Исакова, исполнительница главной роли. Ну что, мы вышли в реальную жизнь. Первый съемочный день. Пожелайте нам удачи, чтобы мы все были здоровыми и чтобы сняли крутую историю. А я всего этого желаю нашей съемочной группе и себе, написала актриса в своем микроблоге в инстаграм. Также она опубликовала фото тарелки с названием фильма, которую традиционно разбивают по случаю начала съемок. Виктория Исакова, сейчас мы приступаем к съемкам фильма «Нежность», режиссер которого – «Моя подруга Анна Меликян». Над сценарием к фильму Анна работала во время карантина, и я присутствовала при этом, помогала ей, училась. Это направление мне интересно. Съемочная группа режиссер, Анна Меликян сценарист, Анна Меликян, Александр Цыпкин продюсер, Максим Воловик актеры, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Равшана Куркова, Анна Михалкова, Ингиборга Добкунайте, Константин Хабенский и Михаил Лобковский. Продюсер Максим Воловик. Максим, о чем фильм «Нежность»? Это лирическая комедия про одиночество женщины среднего возраста. Как это бывает, она много работает, делает карьеру, такая независимая, а на личную жизнь у нее времени нет. Наподобие Алисы Фрейндлих в служебном романе. У кого родилась идея фильма? Где черпали вдохновение авторы? У Ани была такая идея, она поработала с популярным сейчас автором Сашей Цейпкиным, так родился сценарий фильма, который я одобрил. И мы начали готовиться к съемкам. Хотелось сделать ретро-комедию из 60-х. Я, конечно, все смотрел, мы вдохновлялись фильмами 60-70-х годов. Симбиоз получился из нескольких, не было какой-то одной конкретной картины. Эльдар Рязанов, в первую очередь. Как долго и как именно вы снимали фильм? Снимали мы всего два дня по несколько часов в каждый, на айфон. А как вам удалось организовать пустые улицы? Было открытие какой-то универсиады, перекрыли район, несли огонь. А мы воспользовались. Результатом остались довольны. Ну, когда полмиллиона просмотров в сети всего за 4 дня, то, конечно, это приятно. Может, сейчас их уже миллион, не знаю. Это делает все, в чем сомневался, сразу не столь важным. Технически никогда не бываешь довольным результатом, но такой отдачи редко ожидаешь, это радует. Вы участвовали в благотворительном аукционе. Фильм был снят для благотворительного аукциона экшен, который проводит Света Бондарчук и Женя Попова уже 7 лет. Режиссеры снимают короткометражные фильмы, которые затем продаются на аукционе. Каждый раз стараемся участвовать, иногда пропускаем. Можно назначить какой-то фонд, в который уйдут деньги с аукциона. В данном случае, мы попросили перечислить их фонду Хабенского. 13 миллионов собрали, это рекорд за все 7 лет существования аукциона. Уже есть отклики в сети на фильм «Нежность». Отклики есть, разные, но много положительных. В ютюбе полно комментариев. Даже мои старые друзья, с которыми 100 лет не виделись, пишут. Это, наверное, самый главный фидбэк. Говорят, что в фильме есть какой-то магический 26 кадр, настраивающий зрителя на романтический лад. Это так. Это легко проверить, посмотрите фильм и сразу все поймете. Анна Меликян, давайте начнем с нежности, поговорим о вашей короткометражке. Раньше все со мной с любви начинали, смеется. А вот теперь с нежности. Да, потому что все в сети обсуждают это кино. Миллион просмотров на ютюб. Даже на золотом орле кто-то вспомнил про это со сцены. История москвички Елены Ивановны в Санкт-Петербурге в поисках мужчины и секса затронула многих зрителей. Вы предсказывали этот успех, когда задумали кино. Скажите честно, ожидали такую реакцию? Конечно, нет. Но в этом-то и прелесть. Я очень рада, что у меня случился этот фильм, невероятный опыт, который дал отличный урок. Никогда не надо задумываться о финальном успехе. После нежности я окончательно поняла, что когда ты сильно о чем-то задумываешься, пытаешься подогнать сюжет под что-то, тогда точно ничего не получится. Если приходит успех, это всегда неожиданно. Работать на максимуме своих возможностей здесь и сейчас, все, что ты можешь сделать. Не надо даже думать о том, во что все выльется, это только мешает работе. Если чему-то суждено случиться, оно произойдет обязательно. Задача – сделать кино, а зритель уже пусть оценивает. Поэтому то, что случилось, для меня стало большой неожиданностью. Я во время съемок вообще не задумывалась о дальнейшей судьбе картины, а какой эффект в итоге. Более того, этот фильм мне дал внутреннюю трансформацию, я сама себе очень радуюсь. Даже если не случится наград, я точно знаю, что не стану из-за этого переживать. Когда была помоложе, расстраивалась, что меня не отобрали на очередной фестиваль. Например, сейчас же эта тема ушла. Наверное, это взросление. Это повлияло и на мой следующий полный метр, который должен выйти в 2019 году. Я никогда не была так спокойна в процессе создания. Мне теперь совершенно все равно, будет ли фестивальная судьба у него или нет. Скажу еще более страшную вещь, я даже о кассовых сборах не переживаю, потому что в нашей стране собранные деньги в прокате не зависят от качества фильма. Я достоверно знаю, что должна просто снять кино и выпустить его. Все. А про что будет новый фильм? Снова про любовь. На самом деле, все вращается вокруг любви. Вернемся к нежности. Как вы придумали такой беспроигрышный сюжет? Личный опыт или у вас или ваших подруг были такие случаи в жизни? Нет, все придумано. Просто сначала я решила, что хочу снимать Вику Исакову, с которой дружу уже много лет, но, как ни странно, никогда до этого не снимала ее у себя в кино. Хотя она мне всегда очень нравилась как актриса. Как-то за обедом я предложила ей сняться в короткометражке. Она сразу согласилась. А я стала думать про нее, размышлять, чтобы подошло именно ей. Тогда на ум пришел фильм «Остепель», так у меня и родилась форма. Вике очень подходит стиль 1960-х. Мне захотелось снова окунуть ее в ту эпоху. Хотя действие происходит в наше время, но картинка как будто оттуда. А в процессе придумывания самой истории я как раз наткнулась на песню Золушка Людмилы Сенчиной. У меня все и сложилось. Я увидела чопорную героиню, которая в конце прыгает от счастья на одной ножке и идет, напевая эту мелодию. Вот с этого образа из фильмов типа «Я шагаю по Москве и родилась моя героиня». Уже дальше дело техники, придумать, чтобы с такой героиней могло случиться в Питере. Кстати, а почему после бурного романа с Москвой случился вдруг Питер? Ну это как с любовью, когда она приходит, ты же не можешь этого объяснить. Она тебя не спрашивает, готов ли ты к этому, дружок, или нет. И вот Питер, та самая новая влюбленность. Я при этом не перестаю любить Москву, она навсегда останется в моем сердце. Но Питер неожиданно ворвался в мою жизнь. Меня теперь тянет в этот город постоянно, я скоро вновь поеду туда гулять просто так. Вы снимали нежность самостоятельно на айфон. Как это было? Не страшно после профессиональных камер? Да, вот именно на этот телефон, показывает гаджет. Это первый такой опыт, но было очень круто. Вот этот аппарат предполагает абсолютно другую близость к актеру. Раньше подобное было просто невозможно. Например, мы снимали с Викой сцены в отеле вдвоем в номере. И не было ощущения, что мы на площадке, потому что вокруг никого и ничего не было, ни техники, ни людей. Как бы мы ни говорили, что профессионал умеет в любой ситуации себя чувствовать раскрепощенно и естественно. Он такой же человек, как и все мы. Когда ты убираешь все лишнее и остаешься один на один с режиссером, выходит совершенно другая история. Конечно, технология только в помощь. В какой-то момент Вика мне сказала, Ань, давай всегда так снимать, как это здорово. Мы болтали, между делом что-то новое придумывали, при этом работали и понимали, что снимаем кино. Никакой халтуры не было. В таких условиях создается совершенно иной внутренний уровень отношения с героем, что тоже важно. Конечно, не любой фильм можно снять по такой системе. В этот раз этот способ сработал, в другой может оказаться вредным. Но рано или поздно и полный метр у меня родится в таком формате. Наверняка снова появится история, для которой возникнет необходимость быть один на один с актером с телефоном в руке. Хотя на самом деле совершенно не важно, на что все снято. Важно, что там внутри. Сцену в Сапсане снимали тоже без всяких разрешений на айфон. Конечно, мы просто ехали из Москвы в Петербург на съемки. Я попросила проводнице ОПА стоять в кадре, она согласилась. Представляете, что бы было, если бы это была профессиональная съемка. Сколько денег стоит съемка в Сапсане? Даже представить себе этого не могу, это же надо снять целый вагон. Сколько разрешений и инстанций надо пройти? А про съемку в Эрмитаже вообще молчу. Только зайти туда с техникой это полдня, за это время артист будет уже мертвый. А так забежали в музей на полчаса, отсняли быстро и ушли. Вот как все это происходило. Кстати, еще одно преимущество данного метода, все можно сделать очень быстро. Актеров короткий метр сложнее заманить. Вот у вас в нежности помимо Исаковой заняты Евгений Цыганов и Константин Хабенский. Как это получается? Нет, наоборот, легче. Актеры так хотят сниматься в чем-то интересном, они, бедные, так устали от того жуткого материала, который им все время предлагают. Поэтому артисты любого уровня, даже очень-очень известные, соглашаются с радостью, если ты, конечно, предлагаешь что-то необычное. Они звонят, спрашивают, предлагают себя, и все бесплатно, как вы понимаете. Это же благотворительность. Всем хочется творчества, а не только зарабатывать, но его очень мало вокруг. На какой стадии находится сериал? Да, вот сейчас нахожусь в подготовительном периоде своего сериала «Нежность», продолжение моей одноименной короткометражки. И когда закончится наша изоляция, надеюсь, выйду на съемочную площадку. Виктория Исакова, Виктория Исакова, отчество, Евгеньевна, день рождения, 12 октября 1976 года, 43 года, место рождения, город Хасавюрт, Дагестан. Рост – 174 см, вес – 56 кг. Знак зодиака, весы, восточный гороскоп, дракон. Биография Виктории Исаковой, удача улыбнулась Виктория Исаковой не сразу. Жизнь словно испытывала на прочность. После смерти художественного руководителя ее без объяснения причин выгнали из театра. Статус звезды кинематографа актриса получила, когда за плечами уже было четыре десятка фильмов и блистательные театральные роли. Популярность, по мнению Исаковой, в ряду прочих положительных моментов дает возможность, о которой мечтает каждый артист, выбирать то, что хочется делать на сцене или перед камерой. А я по-прежнему остаюсь со своими представлениями о себе, с теми же требованиями к себе, с теми же взглядами на профессию и на себя в профессии, говорит Виктория. Детство и юность звезда кинохитов «Зеркало» и «Оттепель» Виктория Евгеньевна Исакова родилась в октябре 1976 года в дагестанском городе Хасавюрт. Отец – поэт и футбольный администратор, мама была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. В семье Исаковых их было трое, две дочери и сын Вика, младшая. Когда девочке исполнилось 12 лет, семья перебралась в Москву. Причиной переезда послужило зачисление брата в школу Олимпийского резерва. Это событие стало решающим в судьбе будущей актрисы. Позже она призналась, что переселение в столицу предрешило ее будущее. Если бы Исакова не уехали из Хасавюрта, Виктория последовала бы примеру большинства ровесниц, вышла бы замуж и обзавелась кучей детишек. В Дагестане это типичная модель поведения женщин. О реализации в профессии, к тому же такой нескромной, как актерская, там мечтать не принято. В Москве Виктория Исакова отправилась в специализированную школу с углубленным изучением английского языка. Уже тогда девочка поняла, что ее непреодолимо влечет сцена. Родителям хотелось, чтобы младшая дочь получила серьезную специальность, которая гарантировала бы безбедную жизнь. Они мечтали о престижном вузе, столице таких было предостаточно. Однако Виктория сделала по-своему, поступила в РАТИ ГИТИС на актерский факультет. Через год перевелась в школу-студию МХАТ, на курс к несравненному и любимому ее Олегу Ефремову. По словам Исаковой, лекции Олега Николаевича она, как завороженная, могла слушать часами. После окончания вуза в 1999 году начинающая актриса устроилась в МХАТ имени А.П. Чехова, где служила до 2001-го. Творческая биография Виктории Исаковой началась на подмостках этого знаменитого театра. Она сыграла несколько ярких ролей в постановках Аллы Покровской, Романа Казака, Олега Ефремовой и Марины Брусникиной. Первая престижная театральная награда, премия «Чайка», досталась молодой артистке в 2003 году. В театре имени А.П. Пушкина вместе с Павлом Деревянко она сыграла в спектакле «Вий». Фильмы в кино Виктория Исакова дебютировала в 1998-м, в студенческие годы. Первая эпизодическая роль пенсионерки в сериале «Чехов и К.» стала хорошим стартом в фильмографии Исаковой. В 2000-м ей предложили более серьезную роль в исторической драме «Империя под ударом». Переломным для артистки оказался 2006 год. Девушка перевоплотилась в злодейку Синельгу в приключенческой остросюжетной ленте «Охота на пиранью». Ее партнерами по съемочной площадке оказались звезды российского кинематографа Евгений Миронов и Владимир Машков. В том же году Виктория Исакова получила роль в картине Ларисы Садиловой «Требуется няня». Эти два фильма стали для актрисы билетом в большое кино. Именитые продюсера начали замечать молодой талант, а зрители все чаще наслаждаются картинами с ее участием. Часто в свои проекты Викторию приглашает муж режиссер Юрий Мороз. Его драма «Точка», героинями которой стали жена, дочь Дарья Мороз и актриса Анна Уколова, поразила зрителей. А артистки сыграли жриц любви с изломанными судьбами, которые каждый день стоят на улице в ожидании клиентов. За эту работу все трое награждены премией «Сильвер Хьюго». В 2008 году Юрий Мороз представил на суд телезрителей экранизацию романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». В этом многосерийном проекте Виктория Исакова сыграла Катерину Ивановну. Она прекрасно прочувствовала персонажа и получила лестные отзывы кинокритиков. Премьера ленты состоялась на Первом канале. Громкая слава обрушилась на Викторию после выхода на экраны нашумевшего сериала о культурной жизни Советского Союза времен 60-х. Проект получил название «Остепель». Роль Инги Хрусталевой, увядающей красавицы-актрисы, которая с грустью осознает, что стареет и становится лишней, исполнена Исаковой блестяще. В этом кинохите Валерия Тодоровского собран цвет современного российского кино. Михаил Ефремов, Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Анна Чаповская и многие другие. Сериал был принят зрителями и кинокритиками с восторгом. В том же 2013 году Виктория Исакова появилась еще в одной исторической ленте, сериале «Зеркало», где сыграла Марину Цветаеву. Это ключевая роль в фильме. Драма Марины Мигуновой тоже получила лестные отзывы. Актрисе удалось буквально заворожить аудиторию, она настолько проникновенно читала стихи гениальной поэтессы, что некоторые впечатлительные зрители заговорили о реинкарнации. Как оказалось, Мигунова выделила Исакову из шести претенденток и осталась довольна своим выбором. В 2014 году Виктория Исакова впервые попробовала свои силы в качестве телеведущей. Она участвовала в передаче «Настоящие», которая выходила на канале «Пятница». Проект позиционируется как программа для настоящих интеллектуалов. Его суть – демонстрация выдающихся короткометражек, снятых режиссерами с мировыми именами. А еще 2014 памятен для Виктории Исаковой и ее поклонников выходом картины «Инквизитор», в которой актриса сыграла частного детектива Наталью Павловну Серебрянскую. В марте 2015 года канал «Россия-1» презентовал зрителям масштабный проект «Психологический триллер Родина», в котором в главных ролях появились Виктория Исакова и Владимир Машков. Артистка сыграла аналитика контртеррористического центра ФСБ Анну Зимину. Эта картина – ремейк суперуспешного израильского проекта «Военнопленная». Звездный статус Виктории Исаковой в российском кинематографе никто даже не оспаривает. Актриса каждый год подтверждает свой талант, радуя поклонников новыми проектами. В 2016-м на экраны вышли сразу три картины, о которых много говорили и спорили. Это драматическая лента Кирилла Серебренникова «Ученик», 12-серийный фильм «Мата Хари» и трагикомичный мини-сериал «Пьяная фирма», в котором Исакова снова встретилась с Михаилом Ефремовым. В «Ученике» Виктория Исакова перевоплотилась в учительницу биологии, которая вступает в острую философскую дискуссию с фанатичным религиозным подростком. Его сыграл молодой талантливый актер Петр Скворцов. Премьера состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Фильму достоился приза независимой французской прессы имени Франсо Ашале, после чего право на показ купил ряд европейских стран. Съемки международного проекта о знаменитой шпионке-куртизанке Мате Хари проходили в Португалии, России, Украине. Российская звезда снова оказалась в ключевой роли. В самом начале 2017-го телезрители увидели новый комедийный сериал «Вы все меня бесите», где появилась Виктория Исакова. В 2017-2018 годах актриса предстала на экранах в разножанровых фильмах, среди которых «Оптимисты» и «Демон революции», где ей досталась роль Инессы Арманд. Также Исакова участвовала в съемках картины Ринаты Литвиновой про любовь. Только для взрослых. В трогательной короткометражке «Анна Меликян. Нежность», снятой на мобильный телефон, Виктория играет женщину, на спор ищущую сексуального партнера. В кадре с актрисой вновь появился Евгений Цыганов, закадровый текст читает Константин Хабенский. В его фонд пошли деньги с благотворительного вечера, на котором фильм представили зрителям. Название сериала «Частица вселенной» говорит само за себя. Речь в картине идет и о космосе, и о любви. В центре повествования – отношения между членами одного экипажа, у которого важная миссия – устранить аварию на МКС. Драма заключается в том, что героиня Исаковой, супруга одного космонавта, хочет уйти к другому. Мужчинам, да и во время полета надо абстрагироваться от личных переживаний, а женщине – молча страдать. В драме Анна Каренина, поставленной Кореном Шехназаровым, Виктория сыграла долю Облонскую в музыкальной ленте «Жги». Оперную певицу, сидящую в тюрьме в детективе «Операция Сатана», сотрудницу конструкторского бюро, из которого пропадают секретные документы. Григорий Константинопольский, снимавший Исакову в пьяной фирме, пригласил актрису в комедию «Русский бес». Так называется ресторан, который хочет открыть для любимой женщины главный герой в исполнении Ивана Макаревича. Фильм отмечен призом кинотавра за режиссуру и отобран для спецпоказа для людей с проблемами слуха и зрения. Личная жизнь «Первая серьезная любовь» пришла к Виктории Исаковой в студенческие годы. К сожалению, она была драматичной. У Вики вспыхнул роман с талантливым однокурсником Александром Чижовским. Об этом рассказал бывший сокурсник Исаковой и Чижевского Сергей Новиков. Александр не дожил до выпускного две недели. Ранним утром его сбила неопознанная машина. Девушка тяжело переживала потерю любимого, но сумела не сломаться и сосредоточиться на карьере. Спустя три года личная жизнь Виктории Исаковой приобрела смысл. Актриса встретила человека, которого полюбила, режиссера Юрия Мороза. С ним Вику познакомила подруга Дарья Мороз, которая приходится режиссеру дочерью. Даша даже подумать не могла, что у отца, два года назад похоронившего жену и ее мать Марину Левтову, возникнет связь с девушкой, которая моложе него на 20 лет. Да и разница в возрасте между мачехой и падчерицей совсем несущественна. Спустя некоторое время Дарья поняла и приняла отношения Юрия и Виктории. Семейная жизнь пары не сразу сложилась счастливо. Притирка характеров была длительной и болезненной. К тому же в самом начале случилась трагедия, омрачившая совместное существование. Виктория родила дочь, которую назвали Машей. Но материнство оказалось недолгим, Исакова потеряла ребенка. Малышка имела врожденное заболевание, которое оборвало ее жизнь на четвертом месяце. Супруги тяжело пережили горе, но не оставили мечты завести общих детей. Сейчас они счастливы и полны надежд на лучшее. В ноябре 2018 года Исакова впервые рассказала в интервью Вадиму Вернику, что в семье появилась девочка. Событие произошло, предположительно, в 2016 году. Однако родители решили сохранить это в тайне, так что точный возраст малышки неизвестен. Нет и официального подтверждения того, что дочь назвали Варварой. Совместные фото звездной пары часто публикуются на странице актрисы в Инстаграме. Увидеть Викторию, демонстрирующую фигуру в купальнике, можно в кадрах фильма «Союз без секса» или на страницах журнала Мэксом «Знаменитость с модельными параметрами». Рост – 174 сантиметра, вес в пределах 55 килограммов, снялась для глянцевого издания еще в 2007 году. Чтобы сохранить стройность и привлекательность, Исакова обходится без диет и фитнеса. 10 спектаклей в месяц вполне заменяют тренажеры. Свободное время Виктория проводит в путешествиях, в молодости полюбила исследовать новые места, совмещать лежачий отдых с походами. Виктория Исакова сейчас в сериале «Скажи правду». Вышедшем на телеэкраны в марте 2019-го, Виктория Исакова и Павел Трубинер сыграли супругов, на первый взгляд живущих вполне благополучно, пока жена не заподозрила мужа в измене. В поисках истинной героини нанимает частного сыщика, и материалы расследования порождают новые вопросы. Еще одну экранную семью актриса создала с Константином Лавроненко в мелодраме «Ты меня слышишь». Только теперь ситуация противоположная, в связи на стороне подозревается женщина. В основу спортивной ленты «Один вдох» легла биография 23-кратной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, пропавшей без вести в Средиземном море. Партнерами Виктории Исаковой по фильму стали Владимир Яглыч и Максим Суханов. Виктория задействована в крупном российско-китайском проекте, посвященном легендарному разведчику Рихарду Зорге. Главная роль доверена Александру Домогарову, а Исаковой – образ жены немецкого посла в Японии, состоявшей в близких отношениях с советским шпионом. Неофициальную жену Зорге играет японская актриса Сионна Камару. За аутентичным антуражем съемочная группа во главе с Сергеем Гинсбургом отправилась в Шанхай, поскольку только там нашлись соответствующие 30-40 годам прошлого века декорации. Сериал Вангозера, эпидемия, картина совсем другого жанра, фантастический триллер. Ключевые герои, группа москвичей, спасающаяся от смертельного вируса в карельских лесах. В обычной жизни эти люди никогда бы не встретились и тем более не стали бы помогать друг другу. Настолько отличаются их орбиты существования. Но от болезни нет лекарства, а когда рядом дети и старики, каждому приходится выбирать, что важнее – остаться человеком или выжить. Эту задачу наряду с Викторией Исаковой решают Кирилл Кяра, Александр Рабак и Марьяна Спивак. Трейлер фильма уже представлен в Каннах на международном фестивале сериалов «Каннесерайз». Премьера ожидается на канале ТВ3, специализирующемся на мистическом и таинственном. В 2020-м главной премьерой с участием актрисы стала спортивная драма «Один вдох», повествующая о судьбе чемпионки по фридайвингу Натальи Молчановой. Здесь Виктории досталась главная роль. А накануне показа артистка дала откровенное интервью Ирине Шихман в программе «О поговорить», в котором поделилась подробностями личной и творческой жизни. Евгений Цыганов. Евгений Цыганов. Отчество – Эдуардович. День рождения – 15 марта 1979 года, 41 год. Место рождения – Москва. Рост – 170 см, вес – 72 кг. Знак зодиака – рыбы. Восточный гороскоп – коза. Биография. Жизненные ли обстоятельства или неутомимый дух творчества вынуждают Евгения Цыганова буквально нырять из съемок одного фильма в другой, неоспоримо одно – биография известного актера интересна поклонникам ввиду его исключительного вкуса в выборе киноработ. Звезда утепели за несколько лет успел обзавестись самыми престижными кинопремиями и наградами современности, в том числе и премией правительства Российской Федерации за работу в этом сериале, полюбившимся многим телезрителям. Сам артист то ли в шутку, то ли всерьез считает высшей оценкой творчества сумму гонорара, превышающую ту, на которую обычно рассчитывают. Детство и юность с самого детства искусства притягивала Евгения Цыганова будто магнитом, хотя и родился будущий актер в семье, совершенно от него далекой. Родители познакомились на рабочем месте, в НИИ Титан, осуществлявшем разработку и производство СВЧ-приборов для систем ПВО, однако мама до этого училась в Институте культуры, а со стороны отца в родственниках – театральный деятель и режиссер Сергей Образцов. Женя был поздним ребенком, у него есть старшая сестра Ирина, потому мальчику разрешалось все. Цыганов успешно окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а в 14-летнем возрасте стал участником рок-группы Эй, Эс. Ребята играли в сквоте на Арбате, там когда-то обитала семья его друга Юрия Колокольникова, правда, просуществовала Эс всего 4 года, после этого Евгений перешел в другой молодежный коллектив – группу Гренки, выступающую в жанре брит-поп. Друзья давали концерты в московских клубах, через некоторое время даже записали альбом, в первые годы своего существования Гренки были очень популярны, но в начале нового тысячелетия ошеломительный успех понемногу начал утихать, и в 2004 году коллектива не стало. Кроме музыки, у парня было еще одно увлечение – театр. В 1988 году Женю пригласили в театр на Таганке играть детские роли. В то время как все советские дети смотрели, но, погоди, Цыганов участвовал в серьезных взрослых спектаклях «Борис Годунов» и «Живой», Владимир Высоцкий и «Дом на набережной». Основная масса ролей была крохотной, но Таганка дала Цыганову гораздо больше – знакомства с Юрием Любимовым, Вениамином Смеховым, Валерием Золотухиным. В это время Евгений получил первую актерскую популярность. Но, насмотревшись на кулуарную жизнь театра, юноша принял недетское решение – оставить Таганку и никогда не быть актером. Общеобразовательную школу Евгений окончил экстерном, после поступил в киношколу на оператора. В 1996 году молодой человек сдал вступительные экзамены в Щукинское театральное училище. Хотя нацелился на факультет журналистики как самое комфортное место ничего не делания. Пошел туда по трем причинам. О талантах Цыганова говорили взрослые коллеги в театре, и парень не мог пропустить такое признание мимо ушей. К тому же подходил возраст призыва в армию, и мама бы расстроилась. А однажды встретил Ксению Кутепову, и в душу запал разговор на тему, как здорово выступать на сцене. В Щуки Женя проучился только год, поскольку мечтал попасть в мастерскую Петра Фоменко, как только посмотрел «Волки и овцы» в постановке мастера. В итоге Цыганов оказался в Российской Академии театрального искусства, ГИТИС, где актеры режиссерствовали, режиссеры играли. Здесь судьба свела Евгения с Петром Наумовичем, который вскоре предложил совместную работу над несколькими проектами. Позже, благодаря советам Фоменко, Цыганов объездит полмира в первоначальном составе знаменитого спектакля британского театрального режиссера и писателя Деклана Данеллана «12-я ночь», где все роли традиционно со времен Шекспира исполняют мужчины. Евгений Цыганов закончил отделение режиссуры, однако в данном направлении у него всего несколько работ. Одна из них – «Кинонавела», «Случайный вальс» и короткометражка «Личные отношения». Режиссура, как и работа оператора, остались для Евгения за кадром. Свою дальнейшую жизнь он решил посвятить актерской деятельности. Фильм и Фоменко, ревностно относившийся к артистам, сам потолкнул Цыганова к кино. Он настойчиво советовал Евгению не упустить шанс. В кинематографе впервые актер появился в фильме «Коллекционер Юрия Грымова». Игра была очень качественной и удачной, но самому актеру не понравилось. Однако отбоя от предложений не было. С 2002 по 2009 годы зрители увидели сразу 14 фильмов с участием артиста. Фото Евгения Цыганова стали появляться на страницах журналов и многочисленных постерах. Популярность не заставила себя долго ждать. В 2001 году актер стал обладателем престижной премии фестиваля «Кинотавр» за роль второго плана в кинокартине «Займемся любовью». Лента «Русалка», где у Цыганова главная роль, выдвигалась в 2007 году на «Оскар» как лучшая иностранная картина. История, о внезапно вспыхнувшей любви странноватой девушки Алисы к продавцу участков на Луне завоевала призы Берлина Лей Сандэнс, национального американского фестиваля независимого кино. Большую известность актеру принесла роль Саши Панкратова в фильме «Дети Арбата», снятом по трилогии Анатолия Рыбакова. Именно в «Детях» появилась одна из самых романтичных пар русского сериала – Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова. Цыганову одинаково хорошо удаются не только романтические юноши, но и опытные сердцееды. В арсенале ролей актера и мажора, и бандиты, и даже цари. А ведь в самом начале карьеры его ругали за штампованные образы потерявших себя в этом мире юношей. Одной из лучших работ, что признают и коллеги по цеху, считается роль Германа в кинокартине Алексея «Учителя космос как предчувствие». Своеобразный и нелюдимый герой Евгения возникает неоткуда и также исчезает, меняя жизнь людей в эпоху, когда все уже бредит космосом, но имя Юрия Гагарина еще не прогремело. В 2015 году Цыганову вручен «Золотой орел» за образ кинооператора Виктора Хрусталева в мелодраме «Оттепель». После показа картины один из телевизионных каналов запустил проект «Таинственная страсть», посвященный поэтам-шестидесятникам. В драме участвовали Сергей Безруков, Филипп Янковский, Юлия Пересильд и Алексей Морозов. Евгений Цыганов читает стихи советского поэта, кинорежиссера Геннадия Шпаликова «Я вижу вас, я помню вас». В красном жемчуге любви артист согласился сниматься, не читая сценарий, получив только синопсис пошлейшего содержания о любовном треугольнике «Мотоциклист». Девушка и ее муж Коммерсила. Но определяющим стало участие Игоря Иско и Оксаны Фандеры. Соглашаясь на проект «Питер.ФМ», актер оказался перед выбором «Романтическая лента или военный фильм», с режиссером которого Евгений уже договорился. Оксана Быкова предложила Цыганову то, что ему нравится весну, романтическую атмосферу без затертого социального контекста. А, казалось бы, мужскую тему война, танки и прочее он не любит. В 2009 году группа Гренки возродилась, переименовалась в Трипангу, и Евгений вернулся ненадолго в коллектив. Одна из песен прозвучала в спектакле «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной, поставленном мастерской Петра Фоменко в 2014 году. Цыганов выступил режиссером постановки о поколении тех, кто родился в 70-е, а тех, кто катался на роликах в Александровском саду и сыграл одну из ролей. Картина про любовь, снятая Анной Меликян за 25 дней, подарила Евгению персонаж художника, живущего легкой жизнью, не отягощенного ответственностью. Отношения с женщинами для героя, как и источник вдохновения и последствия восхищения красотой. В фильме из пяти новелл задействованы Рената Литвинова, в образе лектора, Владимир Машков, в образе босса, пристающего к секретарше. В 2016 году Евгений предстал перед поклонниками в облике царя Ивана Третьего в многосерийном историческом фильме «София о жизни и любви византийской принцессы Софьи Палеолог». Специально для этой роли Цыганову пришлось отрастить бороду. На Кинотавре 2017-го на суд зрителей представлена комедия-блокбастер с Анной Чиповской, Михаилом Ефремовым и Светланой Хаченковой. Премьерный показ сопровождался скандалом, режиссер и автор сценария Роман Волобуев заявил, что окончательный вариант фильма – это видение продюсеров, не имеющее ничего общего с авторской задумкой. В картине Цыганов сыграл полицейского, преследующего героини Чиповской, которая ограбила кассу. Личная жизнь харизматичной мужчины всегда пользовался успехом у женщин. Еще в студенческие годы у Евгении Цыганова завязались отношения с красавицей Ольгой Сташкевич, которая была на 6 лет моложе и на 10 см выше ростом, у артиста рост 180 см. Для девушки разрыв с любимым стал таким ударом, что актриса до сих пор хранит молчание об их отношениях. В 2004 году личная жизнь артиста претерпела изменения. У Евгения появился любимый человек – коллега Ирина Леонова. Их встреча случилась на съемках кинофильма «Дети Арбата». На момент знакомства Ира была замужем за не менее популярным актером Игорем Петренко, но вскоре развелась и переехала к новому избраннику. Леонова, талантливая актриса и красивая женщина, растворилась в мужей детях и оставила карьеру ради семьи. Тем печальнее была новость о том, что Цыганов ушел от жены, едва дождавшись рождения седьмого ребенка. Друзья актера утверждают, что он просто не выдержал бешеного ритма жизни и свалившихся на него забот. Развод последовал в 2015 году. Евгений не видел надобности официально что-то подтверждать или опровергать. Тем более, что уже сталкивался с неграмотными и бессовестными людьми, сочиняющими небылицы и искажающими информацию. Тогда пострадали родители Цыганова. В представлении кинозвезды журналист, человек с острым умом, чувствующий, что и как говорить. Однако в СМИ перевес в сторону бульварщины, а не аналитики. Новой возлюбленной Евгения стала известная актриса Юлия Снегирь. В марте 2016 года женщина родила Цыганову сына Федора. Несмотря на то, что артисты стали родителями, они оба продолжают активно сниматься. Их совместные появления на публике единичны, не помощник в этом и инстаграм актера. Журналистам удалось застать пару в сентябре 2018 на премьере драмы Авдотьи Смирнова «История одного назначения». Евгений Цыганов Сейчас в 2018 году фильмография Евгения Цыганова обогатилась мелодрамой у Ангела Ангина о бывшем детдомовце, превратившемся в успешного писателя. В экранизации книги Вадима Шефнера сестра печали снились Николай Фоменко, Ирина Пегова, Таисия Вилкова. Персонажи Евгения и Владимира Яглыча в мистическом триллере «Проводник» – полицейские, разыскивающие сестру героини Александры Бортич. Девушка утверждает, что видит призраков, и напарники думают, что пропавшая родственница – лишь плод ее фантазий. В экранизации фантастического романа Сергея Лукьяненко Черновик Цыганов получил небольшую роль, которую охарактеризовал как чиновника функционала, облеченного властью в параллельном пространстве и в процессе, обретающего человеческие эмоции. Герой привлек актера тем, что совершенно не похож на него. Режиссер фильма Сергей Мокрицкий и автор книги поучаствовали в эпизоде картины, сцене помощи протагонисту, попавшему в метро. Сейчас идет работа по переводу полнометражной ленты в сериальный формат. На Венецианском фестивале состоялась премьера драмы «Человек, который удивил всех». Ради роли тяжело заболевшего лесника, избравшего странный способ лечения, переодевания в женщину. Евгений похудел на 20 килограммов. Кроме этого, актер задействован в мелодраме «Детки о мужчине, переживающем кризис отцовства», исторической саге Годунов, криминальном триллере «Мертвое озеро». Юлия Пересильд и Алия Пересилд. Отчество, Сергеевна день рождения, 5 сентября 1984 года, 35 лет. Место рождения, Псков рост, 168 сантиметров вес, 56 килограммов знак зодиака, дева-восточный гороскоп, крыса биографии Юлии Пересильд. Юлия Пересильд, российская актриса театра и кино, сумевшая с первых же минут на сцене завоевать симпатию зрителей и выдающихся режиссеров. Популярность девушка обрела после выхода полюбившейся кинокартины известного режиссера Алексея Учителя Край, где ей представилась возможность сыграть роль красавицы Софии. Также эта хрупкая светлая девушка запомнилась зрителям игрой в сериалах «Есенин», «Палач», «Лето волков», «Людмила Гурченко», полнометражных фильмах «Невеста», подсадной военной драме «Битва за Севастополь». С 2007 года играет на сцене театра «Наций». Детство будущая звезда отечественного кино появилась на свет 5 сентября 1984 года в российском историческом городе Псков. С самого детства она твердо знала, что посвятит всю свою жизнь актерскому мастерству, хотя родные, да и сама девочка, не могли понять, откуда у нее появилась эта мечта. И ее близкие не были связаны со сценой, мама Ирина была воспитательницей в детском саду, а папа Сергей Пересильд, знаменитым на весь город иконописцем, по вечерам любившим поиграть на гитаре в кругу семьи. Также в юном возрасте девочка начала интересоваться пением, реализуя свой вокальный потенциал в группе «Эквалайзер». Именно там ей профессионально поставили голос и научились достоинством держаться на сцене. Кроме того, девочка участвовала во всех школьных театральных постановках, выступала на концертах и более того, состояла в команде КВН, занималась спортом. Юлия с малых лет мечтала попасть в Москву, и по достижению 11 лет она отправилась в столицу, чтобы выступить на детском проекте «Утренняя звезда». После конкурса девочка окончательно решила, что свяжет свою жизнь с актерской деятельностью. Но в тот же год умер отец Юлии, и без того небогато жившая семья начала отчаянно нуждаться. С 14 лет Юлия подрабатывала, выступая в ресторанах, поэтому с ранних лет узнала цену деньгам. В 2001 году, получив аттестат об окончании школы, Юлия сразу же приняла решение отправиться покорять Москву. Студенчество Юлии Пересильд девушка была решительно настроена поступать в театральный вуз. Однако она даже не допускала мысли, что может провалить вступительные экзамены. Она попытала счастье в одном единственном заведении, МХАТе. На вступительных испытаниях она декламировала стихотворение «Смерть поэта». А когда комиссия попросила исполнить что-нибудь более живое, то обиделась, развернулась и ушла. Отчаившись, она вернулась в родной Псков и подала документы в местный педагогический институт, выбрав в качестве специальности филологию. Но мысль об упущенных возможностях угнетала целеустремленную девушку. Во время обучения она вместе со своим хорошим другом Вячеславом Рахманом решила создать певческий коллектив «Ночной перрон», который понравился слушателям. Они давали концерты по России, однажды заглянув и в Латвию. Девушка ответственно относилась к творческому дуэту, но она все же мечтала реализовать свой потенциал на театральной сцене. Поэтому с новыми силами и большей уверенностью Юлия во второй раз попробовала поступить в театральный институт. В этот раз она отнеслась к поступлению более ответственно, и хотя не была до конца уверена в своих силах, все же добилась цели. Отборочная комиссия одного из самых престижных вузов города, ГИТИСа, заметила потенциал светловолосой Юлии и пригласила ее сразу на два факультета, актерский и режиссерский. Творческая карьера девушка поступила на курс заслуженного деятеля искусств, педагога и худрука Олега Кудряшова. Ее дипломными спектаклями были «Троянки», «Андромаха», «Синяя борода», «Слепая девушка», «Вии», «Колесо фортуны». Окончив обучение в 2006 году, девушка нашла работу в Театре наций в качестве приглашенной актрисы. Участвовала в постановках «Снегири», «Рассказы Шукшина», «Шведская спичка» и других. Без преувеличения судьбоносным стало знакомство Юлии с Евгением Мироновым, пригласившим ее в свой спектакль «Женитьба» Фигаро Кирилла Серебренникова на роль Сюзанны. Однако ее кинокарьера началась еще во время начала учебы. В 2003 году ей досталась роль в произведшем в свое время впечатление на российских телезрителей сериале «Участок». Ее Наташа Кублакова, дочь Любы, Евгения Добровольская, 15-летняя деревенская девушка, появилась и в продолжении сериала в 2006 году, сыграв на этот раз вместе с Леонидом Ермольником. В 2005 году ей снова довелось сотрудничать с Сергеем Безруковым, на этот раз уже более тесно. Она предстала перед зрителями как Катя Есенина, сестра легендарного русского поэта. После была главная роль в мини-сериале «Принцесса и нищий», где ей выдалось сыграть генеральскую дочку Ксюшу, влюбившуюся в молодого разгильдяя Лика, и в криминальном сериале «Карамболь». Оксана, жена авторитета Вити Шторма, бежавшего за границу и разыскиваемого ФСБ. Ее дебютом на большом экране можно считать мелодраму «Невеста-2006», в которой девушка появилась в роли студентки Оли, как-то раз вечером решившей погадать насуженного ряженого. Знаки судьбы привели ее к молодому человеку по имени Александр. Но дальнейший жизненный путь преподнес ей немало сюрпризов, жестоких и радостных. Эмоциональный, душещипательный фильм получил самые теплые отклики у российских телезрителей. Два года спустя на экраны вышла военная драма плена известного кинорежиссера Алексея Учителя, в которой девушке была отведена главная роль. Творческий союз Юлии Пересильд и Алексея Учителя, с которым девушку познакомил Евгений Миронов, впоследствии помог появлению на свет еще ряда выдающихся кинолент. Это и номинированный на «Золотой глобус» край с Владимиром Машковым и Сергеем Гармашем, и остросюжетная драма «Восьмерка». За роль Софьи из фильма «Край» Юлю наградили двумя престижными премиями «Золотой орел» и «Белый слон», а после его премьеры пресса активно заговорила о романе актрисы и режиссера. За эти годы Юлия сотрудничала с другими маститыми режиссерами, Станиславом Говорухиным, «Викенд» в 2013, Александром Котом, подсадной того же года, Кореном Аганисяном, снявшим несколько запоминающихся комедий с участием Юлии. Она сыграла Людмилу Гурченко в одноименном сериале, посвященном жизненному пути великой актрисы, а также появилась в нашумевшем сериале «Палач» как подозреваемая в садистских убийствах жителей подмосковного поселка. Все эти роли сделали Юлию Пересильд яркой звездочкой отечественного кинематографа. Но в категорию звезд первой величины ее вывела девушка-снайпер Людмила Павличенко из военного блокбастера Сергея Мокрицекова «Битва за Севастополь». Лента рассказывала зрителям историю реально существовавшей героически отважной женщины, ушедшей добровольцем на фронт в годы Великой Отечественной войны, уничтожившей несколько сотен фашистов, а в послевоенные годы подружившейся с первой леди США. Личная жизнь Юлии Пересильд как и многие звезды, Юлия Пересильд старается максимально скрыть все подробности своей личной жизни, однако настойчивые папарацци и журналисты все же пытаются докопаться до истины. Ее неоднократно подозревали в бурном романе с режиссером Алексеем Учителем. Но что актриса, что режиссер всячески отрицали эти доводы, а официального подтверждения их отношений представлено не было. Скорее всего, звезды выбрали такую политику, чтобы не разрушить семью Алексея, ведь в это время у него была законная супруга и по совместительству продюсер его фильмов Кира Саксаганская, подарившая режиссеру троих детей. Но когда в 2009 году у Юлии родилась дочь Анна, все журналисты как один высказали мнение, что отцом девочки является именно учитель. В 2012 году актриса снова стала мамой. Появившаяся на свет девочка получила имя Маша. Алексей Учитель был замечен на крестинах девочки, из-за чего желтая пресса снова начала говорить о его более чем рабочих или же дружеских отношениях с Юлией. Лишь в сентябре 2017 года Юлия подтвердила, отцом ее дочерей является учитель. В откровенном интервью девушка призналась, что свадьба не предел ее мечтаний, и что она не собирается отчитываться перед кем-либо. Почему она родила детей от этого мужчины? Летом 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Юлию все чаще стали видеть в компании ее партнера по съемкам в битве за Севастополь Евгения Цыганова. Даже после завершения работы над фильмом молодых людей часто видели вместе. А в августе актер ушел из семьи, оставив жену и шестерых детей. Да, разлучницей оказалась Юлия. Но другая Юлия Снегирь. А Пересильд и Цыганов просто получали удовольствие от совместной работы. Так что неудивительно, что молодые люди нашли общий язык и продолжили общение вне съемочной площадки. Юлия Пересильд сегодня в 2016 году Юлия Пересильд исполнила роль Ралисы. Она же Майя Кармен в сериале Таинственная страсть, экранизации одноименного произведения Василия Аксенова. В том же году актриса опять появилась в драме Мокрица кого? Я учитель. А также появилась в военной драме герой с Димой Биланом в главной роли. Также ее фильмография пополнилась в фильмах Павла Чухрая, Холодная танго, Сергея Мезенцева, Это твой сын, сериалах Доктор Рихтер и Золотая Орда, российские ремейки американских сериалов Доктор Хаус и Игра престолов соответственно. Равшана Куркова. Равшана Каркова. Отчество. Бахрамовна. День рождения. 22 августа 1980 года. 39 лет. Место рождения. Ташкент. Узбекистан. Рост. 175 см. Вес. 50 кг. Зодиака. Лев. Восточный гороскоп. Обезьяна. Биография Равшана Куркова. Российская актриса. На счету которой работы во многих успешных телевизионных и кинопроектах. Восточная красавица, представительница актерской и режиссерской династии, со временем заняла свое место на звездном небосклоне российского кинематографа. По мнению критиков, она умело сочетает в себе естественность и загадочность, женственность и интеллект. Детство и юность Равшана Бахрамовна Куркова родилась в семье, где сплелись разные национальности, арабская, татарская и узбекская. День ее появления на свет пришелся на знак Зодиака Дева. Родители будущей знаменитости познакомились в университете. По окончании в ГИКа отец Бахрам Мачанов подался в театр, а мать Рана Кубаева стала актрисой и кинорежиссером. Имя девочки дали в честь ее дяди, который работал медиком. Изначально оно звучало как Равшаной, что в переводе означает «ясная луна». Уже в детстве Равшана начала проявлять интерес к закулисной жизни родителей. Но Бахран и Рана не желали подобной участи для дочери, настраивая ее на более серьезную профессию. В строгости режим старой закалки девочка прочувствовала в бабушкином воспитании, когда молодая мама отправилась в Москву оканчивать учебу. Бабушка Равшины Курковой работала акушером-гинекологом. В заботах о внучке был установлен распорядок прогулок и выставлен лимит на телефонные разговоры – 15 минут в день. В старших классах девушка неизменно жила под стражей, домой нужно было являться рано, ложиться спать не позже 10 вечера. С таким распорядком дня не оставалось времени на прогулки с друзьями и романтические отношения. Личную жизнь пришлось отложить и думать только об учебе. От рады Равшины стал дедушка, который до пятого класса водил ее за руку в школу, играл в шахматы, читал ей интересные книги, рассказывал увлекательные истории. Теплыми вечерами они рассматривали звездное небо и делились мечтами. Мужественное и нежное отношение дедушки сформировало идеальный образ мужчины. Теперь при выборе спутника жизни женщина ищет тот самый образ из детства. Помимо строгого режима, у девушки появились комплексы. Она не мирилась со своими короткими волосами и худобой. Так продолжалось все детство. Но она не знала, что вырастет изящной стройной брюнеткой. Вес не выше 50-52 килограммов, с длинными волосами и ростом 180 сантиметров. С переездом в Москву Равшана Куркова пошла в музыкальную школу, где последние классы обучения проходили на английском языке. Подготовка была по случаю дальнейшего поступления в Лондонский университет. Девушка предпочла остаться в России. Высшее образование получила на филологическом факультете Педагогического университета. Кроме основной профессии, Куркова прослушала курс режиссерских лекций и занималась актерским мастерством у Татьяны Пышновой. Личная жизнь актриса – эталон красоты по современным критериям. Однако, как утверждает сама Куркова, в Ташкенте девушек оценивают по широкому бюсту и крупным бедрам. Благодаря воспитанию бабушки и мамы благородность и скромность привлекали толпы ухажеров. В молодости учеба и карьера стояли для артистки на первом месте. Личная жизнь Равшины Курковой одно время отодвигалась на потом. Первый опыт семейной жизни актриса познала вместе с фотографом Семеном Курковым, от которого унаследовала фамилию. Ранее была Мочанова. Знакомство произошло на вечеринке. На пятом месяце беременности актриса потеряла ребенка, что и послужило причиной развода с первым мужем. В 2004 году Равшана вышла замуж за Артема Ткаченко. Союз продлился 4 года. Причиной развода стали ночной образ жизни мужа и нежелание заводить детей. Расставшись, пара поддерживает дружеские отношения. В 2012 в картине «Майский дождь» актеры сыграли самих себя, бывших супругов. В семейном кино детки на прокат Куркова и Ткаченко повторили актерский дуэт, на этот раз исполнив роль родителей, которые ради эксперимента поменялись детьми. В 2012 году на закрытии кинотавра девушка познакомилась с Ильей Бачуриным. Впоследствии их называли одной из красивейших пар России. Отношения продлились 4 года и закончились знакомой историей, пара рассталась. В 2016 Равшана встретила молодого продюсера и режиссера Ивана Корнеева. Избраннику актрисы на тот момент было 22 года. Отношения продлились недолго. В августе 2017 года в СМИ появились сообщения о новом замужестве актрисы. Ее избранником стал 27-летний актер и каскадер Станислав Румянцев, с которым она познакомилась на съемках музыкального проекта. Равшана долгое время не проливала свет на свои отношения с молодым человеком, хотя не скрывала кольцо на безымянном пальце. Позднее Куркова призналась, что никакой свадьбы не было, а ее брак – это всего лишь фантазия журналистов. Тем не менее в интервью исполнительница не опровергла тот факт, что роман все-таки был. Позднее Равшане приписывали отношения еще с несколькими представителями шоу-бизнеса, достаточно было актрисе появиться на светском мероприятии в новой компании. Одним из подобных претендентов на руку и сердце Курковой стал режиссер Владимир Битоков, с которым звезда блистала на вечеринке кинотавра. Актрису такие новости веселят, к сообщениям в СМИ она относится философски и по-прежнему предпочитает скрывать личную информацию. Вскоре появились новости о настоящем романе артистки. Ее избранником стал столичный бизнесмен и совладелец боксерского клуба Сергей Амарян. Совместные фото с Равшаной появились на страничке молодого человека в инстаграме. Новый 2020 год они встречали вместе на Бали. В интервью Светлане Бондарчука артистка призналась, что стать матерью – это для нее на сегодня самое заветное желание. Актриса по праву считается иконой стиля и одной из самых красивых исполнительниц своего поколения. Но, по словам Равшины, в возрасте 35 лет она стала замечать, как фигура теряет прежнюю форму. Для того, чтобы оставаться в тонусе, Куркова 4 раза в неделю посещает тренажерный зал, где выполняет силовые упражнения. Кроме того, ее излюбленным занятием остаются йога и растяжки. Звезда экрана призывает не верить тем селебрити, которые утверждают, что ради красоты не предпринимают никаких действий. Секретом молодости Курковой остаются жесткий график тренировок и посещение бассейна. Фильмы впервые актриса снялась в кинокартине «Тайна папоротников» Рашида Маликова в 12 лет. Окончив университет, работала ассистентом гримера, помощником режиссера, где чаще готовила чай и кофе актерам. На должности кастинг директора организовывала просмотр актрис. Несмотря на участие в жизни артистов, Равшан увлекло на сцену. После редактора ток-шоу желание вернуться в естественную стихию одолело девушку. Навыки, полученные на курсах актерского мастерства, опыт работы в сценических постановках, восточная внешность не оставили без внимания юного таланта. Куркова отметилась в нескольких телепроектах. Далее последовала череда эпизодических ролей. В 1998 году Равшана снялась в фильме «С днем рождения», где также играла ее мать Рана Кубаева. Главную роль получила в 2004-м в короткометражке «Медуза». Новый этап в творческой биографии актрисы начался после исполненной роли Майи в фильме «Три девушки». За эту работу Равшана Куркова получила награду за женское исполнение на международном фестивале «Новое кино XX век». Представительница кинематографа отметилась еще в нескольких фильмах, прогремел с успехом мистический триллер «Мертвая дочери». Признание коллег и поклонников предвещало новые интересные предложения. В 2008 году на экраны вышли два проекта «На краю стою» и «Одна ночь любви». Бешеная популярность пришла после роли Анжелы в сериале «Барвиха». В 2011 году актриса продолжила карьеру в второй части культовой истории «Золотые». Еще одна работа года – роль любовницы, главного героя Каморина, Дмитрий Ульянов, в драме «Остров ненужных людей». Вскоре утонченная восточная красавица не побоялась перевоплотиться в дворника, главную героиню детективного сериала «А у нас во дворе». По сюжету фильма «Приезжай девушка» объединяется с бывшим следователем Каленым, Сергей Пускиполис, в поисках пропавшего мужа. Разнообразная фильмография Курковой, как говорит актриса, обусловлена разнотипными ролями. Ей не всегда нравятся героини, которых она исполняет. Талант и необыкновенная внешность позволяют ей сниматься в комедиях и драмах, мелодрамах и ужасах. К ярким работам актрисы относится фильм «Что творят мужчины». Комедийная картина основана на квесте сексуального характера. Четверо друзей стали участниками конкурса «Секс – это спорт» и прошли отборочный тур. Суть игры – соблазнить как можно больше неприступных девушек за пять дней. Победитель получит приз в 500 тысяч долларов, но в «Секс лото» вмешивается любовь. В 2014 году актриса в паре с Мариной Александровой снялась в коммерческой комедии «Нереальная любовь». Ставки продюсеров на самых обаятельных актрис времени оказались верными. В российском прокате фильм принес порядка 1 миллион долларов. Не менее яркой получилась мелодрама «Влюбленные женщины – любовницы». Четыре подруги в исполнении Екатерины Волковой, Екатерины Климовой, Дарьи Якомасовой и Равшины Курковой проживают сложные моменты в отношениях с мужчинами, но остаются уверенными в том, что главное – любовь. Мужской актерский состав фильма оказался не менее звездным. Он был представлен Станиславом Эрклиевским, Максимом Дроздом, Кириллом Сафоновым. Равшана поет и снимается в музыкальных клипах. Она работала над песнями совместно с кастой и черным русским. В клипе «Мачете» нежность сыграла девушку с нежным характером. Героиня любит отдыхать, бездельничать и вести себя словно ребенок. Куркова вжилась в роль слабой девушки, которая всем сердцем любит своего мужчину. Свою лепту актриса внесла и в поэтический проект «Город стихов». С участием Равшины вышел ролик, где артистка читает поэзию Окей Мельниковой «Все важные фразы должны быть тихими». Среди поклонников актрисы проект получил название «Стихи в машине». Внешние данные актрисы по достоинству оценили модные дизайнеры и модельеры. В качестве модели она появлялась в рекламных акциях и показах одежды торговых марок «Интимисами» и «Кальцедония». Ее фото размещаются во многих глянцевых журналах. А в 2016 году в издании GQ даже появилась откровенная фотосессия с участием Курковой. Сама актриса со страницы Инстаграма, где и до этого проекта появлялись ее снимки в купальнике, объяснила смелый поступок с желанием похулиганить. Две фотографии она разместила в своем микроблоге. В 2017 году актриса попробовала свои силы на телевидении. Вместе с Александром Палем она стала советующей программы «Время кино», выходящей в эфире Первого канала. Телешоу посвящено советской киноклассике. Это не первая совместная работа артистов, они снялись в фильмах «Хардкор» и «Без границ». В том же 2017 Равшана Куркова появилась в образе полицейского в одной из новелл кино «Альманаха» «Любовь». Только для взрослых, где также сыграли Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Максим Матвеев и другие мэтры российского кино. Также артистка засветилась в проекте «Крым», в котором речь пошла о воссоединении двух семей – русской и татарской. Следующая премьера с участием актрисы состоялась в августе 2018 года на кинофестивале «Окно в Европу». Вместе с Константином Крюковым и Евгением Ткачуком Равшана представила комедию «Беглецы». По сюжету героини Курковой, нимфоманка Настя составила компанию спасающемуся от преступников популярному певцу Алексу и киллеру Стёпе, который не сумел выполнить задания по устранению артиста. Яркой страничкой в творческой жизни актрисы стала работа в команде режиссера Рейфа Файнса над проектом «Нурев. Белый ворон». Артистка была удивлена, с каким вниманием постановщик относится к каждому исполнителю и сам проводит кастинги исполнителей главных и эпизодических ролей. В драме о жизни и смерти легендарного танцовщика Куркова перевоплотилась в мать Рудольфа Нуреева Фариду. Равшана Куркова сейчас Равшана реализуется не только в киносфере, известна она и яркими работами на театральных подмостках. В 2019 году в Театре нации состоялась премьера спектакля «Иранская конференция» по пьесе Ивана Ворыпаева, в которой Куркова исполнила одну из ролей. Компанию на сцене ей составили Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ксения Рапопорт и другие. Сейчас артистка занята в постановках Театра Практика, Губернского театра и компании Экстетик. Об этом и многом другом актриса сообщила в популярном телешоу «Вечерний Ургант». Ктриса расширяет амплитуду своих амплуа. Она пополнила коллекцию образов ролью снайпера Веры в боевике «Балканский рубеж» о военном конфликте в Югославии. В фильме также появились Антон Помпушный, Милош Бикович, Гоша Куценко. Актриса вспоминает, что часто во время съемок ей приходилось преодолевать страх высоты. Многие сцены создавались на крышах полуразрушенных зданий. В 2020 году с участием артистки ожидались премьеры мелодрамы «Жестокий мир мужчин» и комедии «За первого встречного». Также актриса приняла участие в режиссерском проекте Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна – рабочее название, когда падали аисты». Это трагичная история ликвидаторов аварий на ЧАЭС. По словам Равшины, исполнившей роль врача-радиолога Дины, Данила и его команда сумели сделать съемочный процесс неотличимым от голливудского. Анна Михалкова Анна Михалкова, отчество, Никитич на день рождения, 14 мая 1974 года, 46 лет, место рождения, Москва рост, 168 сантиметров вес, 64 килограмма знак зодиака. Телес-восточный гороскоп, тигр-биография Анна Михалкова, старшая дочь российского режиссера Никиты Михалкова, продолжила семейную традицию работы в кинематографе, став актрисой. Она добилась успехов в актерской карьере. Сегодня Анна – обладательница престижных премий «Ника» и «Золотой орел», лауреатка кинофестиваля «Кинотавр». Детство и юность Анна родилась 14 мая 1974 года в Москве. Она стала представительницей пятого поколения творческой династии. Дед Анны Сергей Михалков, знаменитый советский поэт. Бабушка Анны Натальи Кончаловская работала переводчицей. Ее отец Петр Кончаловский обладал званием народного художника РСФСР, а дедом по материнской линии был знаменитый российский художник Василий Суриков. Младшая сестра Анны Надежда Михалкова тоже пошла по стопам отца и освоила актерскую и режиссерскую профессии. Тесная связь семьи Михалковых с кинопроизводством привела к тому, что, проведя на съемочной площадке часть детства, Анна уже в юном возрасте влюбилась в эту атмосферу и захотела стать киноактрисой. Однако после окончания школы девочка не почувствовала в себе достаточной готовности к поступлению в театральный вуз, поэтому провела два года в Швейцарии, изучая историю искусства. После этого она вернулась в Москву и поступила во ВГИК на актерский факультет, где наставником стал лауреат государственной премии СССР и народный артист России Анатолий Ромашин. Параллельно девушка получила юридическое образование, окончив МГИМО, при этом диплом юриста так и не пригодился, так как биография Анны Михалковой прочно связана с киноиндустрией. Личная жизнь замужем. Супруг, Альберт Баков, родился 27 мая 1962 года, по национальности чеченец, бизнесмен, в прошлом, вице-губернатор Ульяновской, затем вице-президент концерна тракторные заводы. Они познакомились в 1997 году на одной из тусовок в Фонде российской культуры. Импозантный мужчина, наизусть читающий японские хоку, легко завоевал сердце дочери знаменитого кинорежиссера. Я сразу же захотела иметь от этого человека детей. Для меня, Альберт, моя половина. Он очень похож на отца и полностью соответствует моему идеалу мужчины. Умен, хорошо образован, у него замечательное чувство юмора, рассказывала Анна Михалкова. У пары трое детей. Сыновья Андрей, 2000 год Р, и Сергей, 2001 год Р, и дочь Лидия, 2013 год Р. У пары не все складывалось гладко. В середине двухтысячных отношения в семье разладились и летом 2007 года они официально развелись. После чего актриса из платиновой блондинки превратилась в шатенку и завела себе нового ухажера, режиссера Александра Шейна. Около полугода Анна и Александр появлялись всюду вместе, держались за руки, демонстрируя серьезность своих отношений. Заговорили о свадьбе. Несколько раз рядом с потенциальным зятем даже засветился оскароносный мэтр Никита Сергеевич. После чего Александр, по киношному встав на колено, предложил Ане руку и сердце. Она согласилась и на осень 2007 года была назначена свадьба. Однако эти планы разрушил все тот же Альберт Баков, Анна сбежала от Шейна буквально из-под венца. Узнав о готовящейся свадьбе, Альберт начал задаривать бывшую супругу цветами и дорогими презентами, засыпал оригинальными признаниями в любви. И Анна согласилась дать бывшему мужу еще один шанс. К великому счастью сынишек звездной пары, новый 2008 год Аня и Альберт встретили вместе. А уже в апреле 2008 Анна Михалкова во второй раз официально вышла замуж за отца своих детей. Позднее у них родилась дочь Лидия. Добавим, что Никиту Михалкова и Альберта Бакова связывают не только родственные отношения, но и большой бизнес. Тесть и зять являются совладельцами группы компании Никас. Анна со временем стала активным пользователем интернета. Ее страничка в Инстаграме популярна среди поклонников актерского таланта. Фильмы на протяжении 12 лет Никита Михалков тщательно документировал этапы взросления дочери, чтобы потом соединить кадры в единое экспериментальное кинематографическое полотно Анна. От 6 до 18 в 1993 году. За ростом будущей актрисы получила возможность понаблюдать вся страна. Этот фильм снискал теплые отзывы критиков и получил ряд кинонаград. Сама Анна негативно оценивала невольный кинодебют. Девушка не одобрила отцовского эксперимента, назвав эту работу кинематографическим эксгибиционизмом. Тем не менее спустя 6 лет Анна впервые снялась у отца в драме «Сибирский цирюльник». Фильм имел успех, а роль простой девушки Дуниши во многом определила дальнейший творческий путь актрисы. Анну стали приглашать в фильмы в амплуа бесхитростных и скромных женщин. Профессионализм и актерское мастерство Михалковой были отмечены кинокритиками, артистка дважды была номинирована на кинопремию Ника за роли второго плана в фильмах «Изображай жертву» и «Сумасшедшая помощь», а в 2009 стала лауреатом этой премии в той же номинации за роль Надьки в драме Александра Прошкина «Живи и помни». В полной мере раскрыть талант киноактрисы смогла режиссер Авдотья Смирнова. Драма «Связь» 2006 года получила признание на фестивале «Кинотавр», а Анна Михалкова за работу награждена кинопремией «Золотой орел». Партнером по фильму Анны стал Михаил Пореченков. На этом творческий союз режиссера и актрисы не завершился. Спустя шесть лет на широкие экраны выходит трагикомедия Смирновой «Коко-Ко» с Анной Михалковой и Яной Трояновой в главных ролях. Премьера фильма состоялась на «Кинотавре» и произвела настоящий фурор. Обе исполнительницы были награждены призами за лучшую женскую роль. Среди значимых работ в фильмографии Анны Михалковой зрители отмечают фантастический боевик Федора Бондарчука «Обитаемый остров», музыкальную ленту «Кукушечка». Позднее были съемки в медицинской драме «Красные браслеты», фильме «Ледокол», новелла «Выгул собак», которая появилась в киноальмонахе «Петербург». Только по любви. Все чаще режиссеры видят Михалкову в образе медработников. В комедии «Пьяная фирма» она перевоплотилась в медсестру, а в сериале «Доктор Рихтер» в заведующую клиникой. В 2018 году очередной успешный проект с участием Анны покорил сердце зрителей. Это драма-частица вселенной о жизни космонавтов и членов их семей. Еще один громкий проект года – сериал «Годунов», в котором Анна воплотила на экране образ Ирины, сестры Бориса Годунова. А в музыкальном фильме Анны Матисон «Заповедник Михалкова» появилась в образе начальницы экскурсионного бюро. Главной работой актрисы, которая заинтересовала телезрителей, стал детектив Бориса Хлебникова «Обычная женщина». Героиня артистки, владелица цветочного магазина, которая живет необычной жизнью. В фильме снялись Евгений Гришковец, Александра Бортич, Аглая Тарасова и другие. Анна Михалкова сейчас в творчестве, Анна Михалкова по-прежнему остается успешной. Помимо очередного участия в третьем сезоне сериала «Доктор Рихтер», в 2019 году актриса блестяще сыграла в комедии Анны Пармос «Давай разведемся». В сериале она перевоплотилась в героиню средних лет, гинеколога по профессии, муж которой уходит к молодой красавице. Другими не менее значимыми проектами в копилке артистки стали остросюжетный фильм «Эпидемия» и сериал «Шторм». Не остается в стороне ее телевизионная карьера.